Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И, наконец-то, у нас с вами роллы! Давненько не было, заказала самые любимые у любимой доставки. Это Филадельфия, Калифорния. И не помню, как эти называются, но это с сушеной рыбкой. Пить мы будем айсти. Точнее, здесь у нас целое ведро. Мне в комментариях начали писать, что, Алька, может быть, у тебя сахарный диабет, поэтому ты так много воды пьешь. Я что-то начала гуглить и решила пойти сдать анализы. Почему нет? Наше здоровье, это самое главное, что у нас есть. Вот, давайте приступим. Я прям не могу, я очень голодная. Сегодня целый день работала туда-сюда. Прям за этот день у меня так проходит. Я встаю, работаю, работаю, просто открываю глаза, смотрю наверх, вижу, что уже все, уже ночь. Здесь васаби, имбирь, соевый соус. Сейчас, короче, все самое нежнятином. Первый пошел. Мои хорошие, помните, под видео с KFC я просила вас позадавать как можно больше вопросов. И сейчас по частям я буду отвечать. Избаньяк Касанова. Избаньяк, тебе огромный привет. Впервые слышу такое имя. И у нее вопрос, связанный с попрошайками. Как я отношусь к тому, что дети попрошайничают? Даю ли я деньги? И какое мое общее отношение ко всему этому? Я однажды вам говорила про это и получила кучу хейта. Я считаю, что если вы даете деньги ребенку, который на улице попрошайничает, вы стимулируете его и дальше попрошайничать. То есть я категорически против того, чтобы люди давали деньги детям, которые попрошайничают. Потому что, возможно, их заставляют это делать. Ребенок еще не осознает, что он делает, делает неправильно или правильно. А мы тем самым своими действиями показываем, что правильно ты попрошайничаешь. Вот я тебе даю. Так и должно быть. Раньше как-то, мне кажется, попрошаек было намного больше, чем сейчас. А у меня бабушка добрая душа. Она всегда всем даст. И однажды когда она была у моей тети, а тетя учительница, следовательно, утром она на работе. И бабушка осталась одна дома. Там старое такое здание. В общем, начала стучаться женщина. Бабушка, естественно, открыла. Бабушка спрашивает, что случилось. Она ей говорит, вот я так тяжело живу, вы бы не могли мне помочь, дать мне стакан воды. Бабушка пускает абсолютно незнакомого человека домой. Наливает чай, плюшки. Все дела. Это женщина, в свою очередь. Каждый раз, когда бабушка, например, что-то давала ей, она такая, раз, ой, какие красивые конфетки, какие они вкусные. Я в жизни не ела такие конфеты. И бабушка, ой, у нас есть 2 килограмма, давай я тебе чуть-чуть с собой заверну. И она такая, да, вы сделаете это, спасибо. В общем, завернула ей вместе. Потом там салатик поела. Говорит, можно салатика тоже. У меня дочка дома голодная. Бабушка, естественно, в это верит. Набрали ей такой баул со всякими плюшками. Тарелка ей понравилась. Бабушка завернула эту тарелку. Ну, в общем, что ей не нравится, бабушка заворачивает. И в результате этого она даже не уходит. Она поела, попила чай, прилегла и не уходит. А бабушка боится, сейчас приедет тетя, она будет ругаться, что зачем-то впустила домой незнакомого человека. Пришла тетя, познакомилась с новой гостьей. и она не уходила. Она начала шантажировать. Если вы мне не дадите еще это, это и это, то я не уйду. то есть силком прям так не выпряши из дома. Моя тетя начала балифовать, что типа она вызывает милицию. И вот тогда она испугалась и ушла со всем, что ей завернули. И после этого я всегда вот бабушке говорю, когда куда не выхожу, я говорю, никогда не открывай дверь незнакомым людям. Мало ли что. А знаете, столько случаев было, что какие-то люди, которые обладают экстрасенсорными способностями, и ты раз очухался, что у тебя дома ни телевизора, ни компьютера, ничего нету, и человека этого тоже нету. У меня было однажды такое, я училась на Невчиряре, это в Азербайджане, это часть просто станции метро. И там получается, как только ты выходишь с метро, такая большая лестница, и я по этой лестнице шла наверх, и там была школа, в которой я училась. И в общем, однажды я поднимаюсь по этой лестнице и смотрю, что на лестнице сидит женщина и попрошайничает. Я просто посмотрела, сколько копеек у меня есть, увидела, что у меня совсем мелкие пяти копейки. Подумала насыпать ей. Так она повернулась ко мне и говорит, нафига мне твои, говорит, пяти копейки? Говорит, не даешь деньги? Не давай, а вот эту мелочь возьми себе. Я офигела. Но это тоже деньги, пять копеек. Так что, я считаю, что лучше всего не подавать попрошайкам. Хотите помочь? Помогите человеку, который живет бедным. Купите продуктов, привезите ему. Который пусть работает, но живет бедно, к примеру. Или пенсионерам, которые плохо живут. А так чисто люди встали. Дай, дай. Полностью не могу в рот засунуть. У меня здесь заломы. Не знаю, как правильно они называются, но очень болячки. Вот здесь, вот когда я рот открываю, мне больно. Следующий вопрос задает его Ахаш Фатима. Фатима, тебе огромный привет. А как ты сказала маме о парне и как вы встретились? Айка, если не сложно, можешь, пожалуйста, ответить. заранее спасибо. Что касается встречи, об этом есть вообще отдельное видео, но если хотите, я могу еще раз вам рассказать. мы встретились на дне рождения моего знакомого. Вот. И там я увидела его. Я сразу заметила, что он обратил на меня внимание. Я уже не помню, как там было подробности. у меня память вообще куриная. Ну, я помню, что я очки оставила у него в машине. В общем, после праздника мы должны были поехать домой и он решил нас отвезти. Сказал, что тоже живет в этой части города. Оказывается, соврал. Потом я узнала об этом. Я не специально, нечаянно оставила очки у него в машине. Потом он спросил у нашего общего знакомого. мой номер сказал, что вот Айкины очки остались у меня в машине. И он напрямую не стал мне звонить и писать. Он попросил нашего общего знакомого связаться со мной и сказать, что очки остались. вот с тех пор каждый день мы с ним общаемся. Ни дня не было, чтобы мы с ним не разговаривали или были в ссоре после этого дня рождения. Причем он долгое время не говорил мне о том, что у него есть брат-близнец. Я об этом узнала где-то наверное через два месяца. И меня как бы это немножко обидело, если честно. Я это восприняла как вранье. На самом деле он просто не сказал, он не врал. Ну как бы фиг знает. но я как сейчас помню. Когда он мне сказал, что у него есть брат-близнец, для меня это был настолько шок. У меня было просто такое ощущение, что мне на голову налили кипяток горячей воды. сначала я подумала, что он шутит, но потом я поняла, что нет. Он мне показал фотографии, и я была в шоке, господи. Один в один как две капли воды похожи. А что теперь делать? Дело не в том, что у него есть брат-близнец, дело в том, что он мне не сказал изначально. Я у него спрашивала, есть ли у него брат или сестра. Он мне просто сказал, что у него есть сестра, а про брата ничего не рассказал. Немного было неприятно, если честно. насчет, как я маме рассказала. Когда мы только познакомились, у меня была такая эйфория, то есть не было такого, что постепенно я его там полюбила и так далее. нет, мне сразу он понравился, сразу у нас прям разговоры пошли, то есть тема общая, все пошло офигенно. Я прям порхала. Я даже ходила к стоматологу, рассказывала стоматологу про наши отношения, ходила там с подругами, рассказывала подругам. И следовательно, когда я с ним общалась, ну, постоянно в WhatsApp переписываемся и все дела, мама начала замечать, что я постоянно переписываюсь и улыбаюсь. а мама просто на тот период мечтала, чтобы я кого-то себе нашла. я переписывалась, улыбалась. Мама начала говорить, вот стопудово, что-то там интересненькое есть. Начала у меня постоянно допытывать, ну что, ну как, кто он, где работает, сколько лет и так далее. Я поняла, что нет смысла отпираться, рассказала маме, показала фоточку. Маме он понравился. Вот. Но пока что мама с ним не знакома лично. на ближайшее время обязательно планирую познакомить. А так, в общем и целом, никто не против, все рады за меня. брат всегда говорит, что не спеши выходить замуж, не спеши обручаться, нужно хорошо узнать человека. И здесь я согласна с ним полностью. Я никуда не тороплюсь, мне не 35 лет, чтобы быстро-быстро надо рожать. Так что быстро замуж я не собираюсь. Когда Бог даст, тогда и появится дети. Кому-то суждено родить в 17. И это не исключает возможность счастливой семейной жизни. Абсолютно. Мама была подруга. Она вышла замуж в 17. Жили они тоже не особо богата. Родила сразу троих детей. Чуть ли не через год. И что Бог дал, слава Богу, дела пошли вперед. Сейчас очень хорошо живут. Так что тут не суть, знаете, ты родила в 17 или ты родила в 25. Самое главное быть счастливой, то есть чтобы тебя все устраивало. Я пока что себя комфортно чувствую без детей. Я думаю, что ближайшие минимум 3 года я еще хочу пожить для себя, так скажем. я очень люблю детей. Вот у подруги Жили, например, есть ребенок, мальчик. Я смотрю на него, ну, красавчик, вот другого слова не скажешь. Сушеная рыбка это вообще шедевр. Прямо обалденно. Я соскучилась конкретно по роллам. Если вы тоже, то обязательно закажите, порадуйте себя. Зачем мы живем? Надо иногда радовать себя. Я считаю так. Обязательно подписывайтесь, если вам не сложно. Для меня это будет очень приятно. Будет обалденный подарок. Всех люблю, целую. Пока.